Интересными и одна из тех, которые вы действительно можете для себя приобрести и почитать, это книга Еза Мороц, шахматной партии Пола Морфе. Если вы хотите освоить классические дебюты и в целом понимать шахматы в долгосрочной перспективе, эту книгу обязательно нужно просмотреть. И вы очень хорошо будете получать открытые дебюты, но какие-то партии буду вам рассказывать по ходу стрима. Так, ну что, поехали. Я думаю, что наконец-таки сейчас нам дойдут белые фигуры, а то мы первые две партии играли черными и нам приходилось отбиваться первые 20 ходов и мы белыми и Морфе всегда белыми играл Е4. Я не нашел ни одной другой партии. Поэтому по сути это будет построение дебютного репертуара на базе Е4. В ответ на ход Е5 у Морфе было два главных ответа. Первый ответ это был ход конем на Ф3, классический ход конем. Затем он выходил либо в итальянскую, либо в испанскую партию. Но я хочу с этой партии открыть другой его достаточно регулярный дебют. Это королевский гамбит. Королевский гамбит это один из самых романтичных дебютов, которые вообще можно предложить игроку белыми, потому что он предлагает сразу определить положение черной пешки на Е5. Мы предлагаем сопернику съесть нашу пешку и идейно мы хотим захватить центр ходом Д4. Правда с некоторыми условностями. Дело в том, что ход пешкой на Ф4 ослабляет диагонали к нашему королю и как правило если ваш королевский гамбит отклоняют, то вы не можете сразу забирать пешку на Е5, потому что прилетит шаг с ферзем с А4. Вы закроетесь пешкой на Ж3 и тогда ферзь заберет пешку на Е4. И мы потеряем с вами ладью. Когда вы увидите ход конем на С6, вы должны играть конем на Ф3. А следующим ходом мы уже планируем забрать его пешку на Е5. Собственно говоря, королевский гамбит играет для того, чтобы немного обострить ситуацию на доске. Сопернику придется делать ходы, основанные на некотором расчете, а белый преследует быстрое развитие и захват центра и, соответственно, короткую рокировку. Я думаю, что мы сыграем очень много партий королевским гамбитом. В то же время мы не будем забывать про итальянскую и испанскую, но все-таки больше королевский и гамбит Эванса, итальянскую партию. Мы будем часто видеть в ответ на ход Е4-Е5 в этой событийной ветке и дебютный репертуар на базе Пола Морфио. Соперник задумался, какие он идеи может предложить. И мы видим с вами ход Д6. Этот ход напоминает защиту Фелидора. И я на самом деле очень люблю видеть этот ход в своих партиях, потому что, ну какой недостаток у этого хода, кто мне скажет. Черные испугались давления на центральную пешку Е5 от пешки от коня. Решили укрепить свою пешку Е5, своей пешкой Д6. И теперь стон на Ф8 немного страдает. То есть это уже стоит того, чтобы играть королевский гамбит. Я думаю, большинство игроков, в принципе, боятся принимать его, потому что он опасен. А почему он опасен мы с вами обязательно тоже увидим. Какой ход мы с вами должны сейчас делать? Мы можем с вами играть в духе испанской партии с лоном на Б5. И я думаю, что это одна из хороших линий за белых. В то же время, учитывая тот факт, что в середине игры мы с вами будем открывать вертикаль Ф. И после сделанной короткой рокировки наша логя на Ф1, постарайтесь визуализировать, она будет подаливать на пешку Ф7, как только конь отпрыгнет в сторону потенциально. Поэтому я принимаю решение ствона поставить на С4. И теперь вот если мы с вами продолжим дальше эту партию в плане развития, наш конь пойдет на С3, пешка может на Д3, на Д4, ствол может пойти на Г3. А у черного ствол на Ф8 всегда будет страдать. Возможно, ему придется открывать себе окошко ходом Ж6. И только один ход я вижу наиболее принципиальный со стороны черных. Это развитие ствола на Ж4. Этим ходом хотя бы черный идейно продолжает свою логику ходом Д6. Этот ход подвязывает нам коня. И, кстати, нам надо будет подумать немного, как нам реагировать на ход сон Ж4, потому что потенциально он может давить на нашу связанную фигуру ходом-конем на центральное поле Д4. Этот ход предугадать невозможно. Хотя, в принципе, идея прослеживается. Он прикрывает пешку Ф7. Наверное, те, кто впервые видит этот дебет за белых, могут задавать вопрос, почему черный не забирает пешку на Ф4. Я на всякий случай прокомментирую. Дело в том, что как только пешка заберет нашу, мы захватываем центр идеальным образом. А эту пешку на Ф4 мы отыгрываем слоном с поле С1. Я думаю, что здесь не тот момент, когда мы будем задавать вопросы. Мы пока что просто рокируемся. Испанская партия, скорее всего, будет, потому что испанская партия действительно входила в репертуар полу-морфи. И сейчас черные должны принять решение либо развивать белопольного слона на Ж4, либо чернопольного на Е7 и сделать короткую рокировку. Но мы с вами снова не угадали. Мы видим ход слоном на Е6. У нас есть проблема выбора. А это означает, что это идеальный момент для того, чтобы я у вас спросил, как бы вы реагировали на этот выпад слоном. Взять его. Размен. Слон Б3, Д3. У нас действительно здесь, друзья, богато выбор возможностей. Мне нравится, в принципе, здесь все, что угодно, кроме слоном на Б3. Объясню, почему. Дело в том, что мы с вами опередили соперника в развитии. Мы рокировались. У нас уже есть конфликт в центре в результате положения пешек Ф4 и Е5. И поэтому я рассматриваю здесь только два продолжения, которые позволяют нам брать инициативу в свои руки. Первое — это слом бить Е6, создать ему сдвоенные пешки, которые являются слабыми в данном положении, и потом открывать центр ходом Д4. То есть эти ходы идут в связке. И разменялись, и сразу надо открывать центр ходом Д4. Вторая мысль — это сыграть пешкой на Д3, потому что это позволяет нам в случае размена открыть вертикаль для ферзя. Да, у нас сдвоенные пешки, но, я думаю, владение вертикали здесь перевешивает. И второй момент после хода Д3 у нас открывается диагональ к чернопольному слону. Но, но, учитывая обстоятельства в данной партии, тот факт, что король не рокирован, мы должны с вами играть максимально инициативно, и, соответственно, выбирая между этими двумя идеями и кандидатами, мы берем на Е6, а потом мы открываем центр ходом Д4. Почему это здесь очень хорошо? Потому что мы с вами готовы к сражению. Соперник еще не готов. У него конь стоит не там, где надо. У него чернопольный слон будет всю жизнь упираться в эти пешки. И еще нужно сделать несколько ходов для того, чтобы спрятать короля в укромное место. И он забирает пешку на F4, что, в принципе, мы всегда рады видеть. Мы забираем слоном. И теперь посмотрите, если мы сравним начальное положение, где у нас все абсолютно симметрично и одинаково вот с этим положением, то на уровне просто сравнения положения фигур мы понимаем, что белые выиграли дебютное сражение. У белых позиция намного лучше. И наша с вами сейчас задача заключается в том, чтобы грамотно составить план ведения борьбы в этом положении. Поэтому мы присматриваемся к слабым полям, к слабым пешкам. Слабая диагональ H5, Е8. Слабая пешка на Е6. На коня на H6 мы, в принципе, тоже можем надавить и съесть, и построить ему сдвоенные пешки на вертикали H. Также мы должны учитывать мощный тычок ходом D5, который позволит нам либо открыть центр, когда он заберет нашу пешку, и мы заберем в ответ. Либо у нас всегда есть полезный развивающий ход конем на C3. То есть мы с вами только что проделали сбор информации по общим идеям. Всегда мы можем с вами также построить батареи с ферзя со слоном и поставить фигуру по центру. И многое сейчас будет зависеть от того, как именно будет реагировать соперник. Этот ход, я скажу вам честно, я сразу чувствую, что он плохой, потому что ход конем на G4. Да, конечно, он планирует залезть на Е3, но это поле контролируется. Поле H2 также под контролем, поле F2 также под контролем. И я думаю, что сейчас настало время делать сильные ходы. Я вижу ход, который позволит нам сейчас получить преимущество. Найдите его, пожалуйста. Видите, дело в том, что мы с вами, когда проводили сбор информации по текущему положению, мы отметили, что пешка Е6 была незащищенной. Теперь у него конь на G4 незащищен, но он стоит на диагонали от нашего ферзя на D1. И, конечно, мы ходим конем на G5. Мы ходим конем на G5, потому что это открывает нападение на коня, а сам конь атакует пешку Е6. И такой конь на Е6, он стоит гораздо больше своей номинальной стоимости. Он стоит здесь, как минимум, наверное, очков 6. И ладья на А8, ладья на А8 могут просто позавидовать активности вашего коня на Е6. По сути, сражение уже проиграно для черных. Я думаю, что он не продержится и больше 10 ходов в этом положении, так как он просто стратегически переигран. У вас есть центр, у вас открыта вертикаль F для ладьи. Ваш ферзь сейчас может активизироваться по диагонали D1-H5. Король также уязвимый по мини-диагонали H5-E8. Конь залезет на Е6, мы сможем поддержать его ходом D5 при случае. Вы всегда можете вернуться к общеразвивающим ходам. И черным сейчас нужно принимать решение по поводу, как им реагировать на нападение на коня. Скорее всего, он будет делать ход H5. Если он не хочет, просто отступать обратно. В противном случае, он может обратиться к ходам, которые носят, которые основываются на базе контратаки. Он может посмотреть, какие фигуры он может атаковать с нашей стороны. Он может сыграть пешкой на Е5 и и атаковать нашего слона в ответ. И если бы у нас был тип позиции, когда он уже был бракирован, то такой ход имел право на жизнь. Я думаю, что у черных было бы все в порядке. Но так как у него король застревает в центре, после хода типа Е5 мы просто заберем коня и отставить этот анализ, потому что он просто вернул коня на базу. Мы здесь долго не думаем. Мы забираем пешку Е6, потому что это просто лишняя пешка для нас. Это нападение на ферзя. Это давление на пункт С7. Это вилочная пешка. Он идет ферзем на Е7 и здесь надо немного порассуждать. У нас конь под ударом. Уходить мы точно не хотим. Согласно принципу, который гласит, что имея лишнюю пешку, полезно размениваться и упрощать позицию. Что скажете по поводу хода конем на Ф8? Будет ли это хорошо в данной редакции? Да, ни в коем случае, друзья, конечно, если вы съедаете конем слона, то вы делаете ход в соответствии с этим принципом. Но у нас другой тип позиций. Вам не нужно разменивать этого мощного коня. Вы просто играете пешкой на Д5. Этот ход позволяет вам создать фарпост на поле Е6. Это идеальное поле для коня. Вы также с темпом атакуете коня на З6. Самое главное, не забывайте, что у вас где-то зависает пешка на Е4. И поэтому, скорее всего, мы с вами следующим ходом будем защищать эту пешку с развитием. И, кстати, про коня на Е6. Смотрите, он блокирует поле Д8, запрещая делать длинную рокировку. И даже если бы он слона выгнал бы из своего стада, давайте я его уберу куда-нибудь, он короткую рокировку также не может делать, потому что поле Ф8 также блокируется. Поэтому конь на Е6 я не знаю, он стоит, наверное, очков 6 по моей шкале. Соперника выбор небольшой. И он допускает, кстати, кстати, он делает неточный ход. Учитывая тот факт, что наш конь на Е6 сильная фигура, скажите, пожалуйста, куда должен был отступить этот конь на С6? Да, совершенно верно. Это был бы самый сильный ход данной позиции. Конь Д8. Но обсудим, чтобы мы на него делали уже после партии. Вернемся к ходу конем на Е5. Я думаю, что в целом, в целом, полезно будет уничтожить этого коня слоном, потому что это открывает нам вертикаль для ладьи. Это выглядит очень интересно. Это одно из самых простых решений, которые мы можем с вами сделать в этой партии. И я думаю, что откладывать мы надолго это не будем. Давайте мы просто заберем этого коня. Тем более, он там стоит достаточно хорошо. Теперь мы с вами помним, что у нас висела пешка на Е4. Как лучше всего защитить эту пешку? В соответствии с принципом развития, нам просится ход конем на С3. И в то же время я чувствую, что мы можем эту позицию играть немного хитрее. Проанализировав ферзевый фланг черных, видя, что пешка С7 под ударом и пешка Б7 не защищена, мне очень хочется сделать следующий ход. О каком ходе идет речь? Да, совершенно верно. Я уже хочу подключить ферзя. Да, это немного-немного тормозит развитие фигур ферзевого фланга, но дело в том, что наш ход реально мультитаскный. Мы ходом ферзь Д3 подкрепляем пешку Е4. Мы ходом ферзь Д3 можем дать шаг на Б5. Это позволит атаковать короля и атаковать пешку Б7. Если бы вы хотели здесь сыграть конем на С3, я тоже это признаю. Это действительно классное решение. Да, черный здесь обречено. К пешке С7 привязан ферзь. Он не может никуда пойти вперед и активизироваться, так как это моментальный зевок пешки на С7 и вилка. Он может конем на Ж4, но я не вижу особого смысла. Мы просто прогоним его пешкой. Я не совсем понимаю, как ему действовать. Может быть, ему стоит обратиться к подрыву и сыграть пешку на С6. Наверное, это интересно. Ого! Друзья, мы угадали ход. Итак, когда я вижу ход С6, моя первая мысль заключалась в том, что я хочу поддержать свою пешку Д5 ходом С4, чтобы на взятие побить одной из своих пешек и мой конь не переживал, что его здесь выбивает. И в то же время я хочу отметить следующий момент. Я вижу, что в этой позиции мы можем использовать более продвинутую идею. Как вы хотите, чтобы мы сейчас сыграли? Мы сыграли С4 или показать вам более продвинутую идею? С4 это всегда хорошо. С4 это примерно на твердую пятерку. Я думаю, ход прекрасный. Давайте сыграем продвинутым. Мы играем конем на С3. В чем заключается продвинутость? Это во многом зависит от того, как среагирует соперник. Если он идейно продолжит свою идею и будет забирать нашу пешку на Д5, то мы с вами будем забирать эту пешку конем. Тогда, тогда конь на Е6 остается без защиты, он его забирает и наш конь с Д5 запрыгивает на С7 и ставит вилку сразу трем фигурам. Еще раз подчеркну, мы можем на СД и побить ЕД. В рамках данных обучающих партии моя основная идея заключается в том, что я хочу дать вам как можно больше идей, чтобы в своих партиях вы могли их применять в зависимости от ситуации на доске. Но он играет ладья С8 и не дает нам реализовать продвинутую идею. Сейчас мы с вами поступим следующим образом. Мы сделаем последний хороший ход, который нам просится ладей А на Д1 и потом будем думать о том, как нам с вами пробивать оборону. Так, а что у нас по материалу? У нас есть хотя бы лишняя пешка. Да, у нас есть лишняя пешка на Д5. Ферзь Д6 ходит. Ходит Ферзь Д6, значит хочет потом пойти слоном, значит хочет потом рокироваться, но не сможет рокироваться, потому что конь поле Ф8 блокирует. Сейчас я хочу, хочу сделать следующий ход и чтобы вам объяснить, как находится такой ход, мы сделаем следующее. Полезно по ходу партии, если вы хотите развиваться в плане атаки и тактики, подмечать незащищенные или слабозащищенные фигуры. Я сейчас говорю про ладью на С8. Ладья на С8 не защищена, она находится на диагонали H38 и мы с вами перетянем ферзя сюда. Тем более открывается вертикаль для ладьи в сторону черного ферзя и мы с вами создаем угрозу открытого нападения. Например, мы можем забрать слона Ф8 и если он будет брать в ответ, мы просто заберем эту ладью. Поэтому черные должны на это как-то реагировать и скорее всего им придется либо убирать ладью на Б8 или на А8 или может быть им стоит вернуть ферзя на Д7. Но тогда мы сможем забрать эту пешку на С6 и наш кой на Е6 поддерживается ферзем с H3. Ладья будет атаковать ферзя вместе со своей пешкой на С6 и я боюсь, что у Дева черных становится никудышными. И последовал ход СД. Итак, сейчас нужно просто забрать здесь. Нам дают богатый выбор возможностей. Я думаю, что мы можем и забрать на Ф8. Я думаю, мы можем забрать и на Д5, потому что все остальное от нас никуда не денется. Мы можем сыграть конь Ж7. Это шах, а потом забрать ладью. Я думаю, что нужно, нужно сыграть максимально просто. Мы просто заберем этого слона. Хотя я уверен, что взятие коньем на Д5 с компьютерной точки зрения намного сильнее. Но этот ход позволяет нам сразу получить материальное преимущество, лишнюю ладью и это очень круто. Нет нужды забирать на Ж7 шахом. Это будет для черных не самый плохой сценарий. Он заберет слоном этого коня. И мы заберем ладью. Мы поменяли коня на ладью. В такой ситуации, когда мы берем на Ф8, мы конечно предполагаем, что он заберет нас в ответ тогда минус ладья. А если он убирает ладью, ну тогда мы получили лишнюю фигуру. Он жертвует качество ходом ладьей на С3. Вау! Это действительно интересная мысль. Ладья без С3. Что нам теперь делать? Мы можем забрать или ферзем, или пешкой и тогда последует взятие коня. Как нам лучше забирать? Я думаю, что пешкой. Несмотря на то, что это сдваивает мои пешки, я просто хочу сохранить активность для моего ферзя на С3. И мы с вами играем неспокойную позицию, где такие моменты, как звойные пешки, имеют какое-то решающее значение. Ладья бит Ф8. Что мы можем сделать дальше? В принципе, у нас позиция уже с материальным преимуществом. У нас лишнее качество. И мы с вами должны... Лишнее качество означает лишняя ладья за легкую фигуру соперника, коня Ф6. Ладьи любят открытые вертикали, поэтому мы стремимся просто открывать позицию. И смотрите, сопернику просто сейчас крайне тяжело принимать хорошее решение. Он понимает, что мы у него съели пешку. И идея нам хочет забрать ее в ответ. И смотрите, что делает соперник конь Е4. Как я вам сказал, хороший ход. Мы... Хороший ход ферзем на С8 мы сделаем именно сейчас. Тогда, когда ладья на Ф1 работает, и король не сможет убежать от нас на сторону королевского фланга. Ферзь С8 шах. Он играет Ф8. Вы, наверное, видите, как мы с вами выигрываем ферзя. На всякий случай задам вопрос. Вдруг для кого-то это достаточно непросто. И пока вы думаете, я уже обозначу этот ход на доске. Да, это стандартная тактика отвлечения защитника. Король забирает ладью, и мы забираем ферзя. Да, я вижу тут в чате говорят, что там ход Ф8 в той редакции выигрывала куча пешек, а в этой редакции этот ход сразу выигрывает партию. Это действительно случается с Пошей рядом. Что мы сейчас делаем? Мы с вами просто можем собирать все урожайные пешки. Король, конечно же, не сможет прикрываться нормальным образом. И я просто хочу съесть этого коня, чтобы он не мешался под ногами. Потом проведу пешку ферзи или мат поставлю. И он сдается плюс 56. Хорошая была игра. Давайте быстренько ее проанализируем. Для тех, кто только снова подключается к нам, я еще раз хочу сказать, что мы играем дебюты, которые в свое время применял величайший игрок 19-го столетия Пол Чарльз Морфи. И одним из его любимых начал против входа пешки Е5 был королевский гамбит. Основная идея королевского гамбита заключается в том, что мы хотим, чтобы соперник съел нашу пешку на Ф4. Затем мы идейно хотим захватывать центр, получить идеальный пешечный центр пешками Д4 и Е4. Открывается диакональ Леслона, но мы хотим забрать пешку. Но проблема заключается в том, что сейчас это делать не так уж хорошо, ввиду наличия шаха на А4. Поэтому, когда вашу пешку на Ф4 забирает, мы с вами должны сначала пойти конем на Ф3, защитить это поле и потом уже захватывать центр, отыгрывать пешку с прекрасной игрой. Наш соперник гамбит наш отклонил и сыграл конем на С6. И здесь снова вам нельзя забирать пешку на Е5 из-за шаха ферзем на А4. И когда мы закрываемся с Ж3, мы с вами просто потеряем ладю. Поэтому королевский гамбит достаточно опасен. Надо его хотя бы для начала немножко понять, потому что автоматические решения наказуемы с обеих сторон. Мы развили коня на Ф3. Соперник сыграл пешкой на Д6. Это не лучшее решение, но вполне возможное. Я думаю, что черные могли себе позволить забрать нашу пешку или развить слона на С5, но Д6. И, собственно говоря, это та позиция, которой я очень люблю играть белыми, потому что слон на Ф8 теперь туповатый. А это означает, что если мы просто будем развивать фигуры, в идеальном мире у нас всегда будут стоять лучше фигуры, чем фигуры соперника, так как слон всегда будет туповатый. Итак, мы пошли слоном на С4 и давили пешку на Ф7. Соперник почувствовал опасность и сыграл конем на С6. Я не могу сильно его ругать за этот ход, потому что он, в принципе, идейный и он защищает пешку Ф7. Почему соперник просто не развил коня на Ф6? Вот тут, наверное, у него были бы проблемы после хода конем на Ж5. Или сначала разменяться на Е5, а потом пойти конем на Ж5. Либо в такой редакции. Поэтому он сыграл конем сюда. Мы рокеровались. Что получается? Мы полностью развиты. У нас есть потенциальная идея открывать вертикаль Ф для ладьи. Сопернику показалось это опасно. Он сыграл с фоном Е6. Вот. Если бы мы имели пешку на Ф2 и у нас бы не было активного плана наступления, мы бы отошли с фоном на Б3 с целью на взятие открывать вертикаль для ладьи. Так как мы уже лучше развиты и мы уже рокированы, поэтому нам нужно инициативу брать свои руки. И мы просто открыли центр. Позиция улучшается. Соперник выбирает взятие на Ф4. Хотя, определенно говоря, конечно, ему стоило забирать эту пешку. Но и в этом случае у нас централизуется ферзь. Видно, что белые могут дальше развить свои фигуры. Куда захотят. Конь на А6, слон на Ф8. Стоят неудачно. Он забрал пешку на Ф4. Мы забрали слоном. И конь Ж4 это уже, наверное, тяжелая ошибка. Как видите, градусник уже сильно повышается. Мы прыгнули конем на Ж5. Использовали принцип двух слабостей. Открытое нападение на коня Ж4. И мы нападаем на пешку Е6. Соперник отошел. Да. Здесь нам не стоит размениваться. Мы подкрепили коня ходом Д5. И здесь кто-то предлагал ход слоном на Ж5. Но я хочу сказать, что это тоже хорошее решение. И я ничего против этого хода не имею. Я просто хотел дать более простую идею, как вы можете выиграть в таких позициях. Конь на Е5 сам по себе силен. Поэтому мы его разменяли. И далее ход конем на С3 также превосходный. Но мы решили сыграть чуть-чуть интереснее. Сыграть фрезем на Д3. Мне этот ход нравится по двум причинам. Мы пешку защитили, угрожаем играть на Б5. И это реально очень клево. Соперник сыграл С6. Он решил выбивать коня с позиции на Е6. Он рассчитывал, что мы заберем. Он заберет нашего коня. Тогда мы можем забрать на Б7. Но это ненужный вариант, который считать в принципе вообще не обязательно. Понятное дело, что связку пешки Д5 коня на Е6 выгодно сохранить. И самое простое решение это С4. И на взятие брать любой пешкой позиция у нас превосходная. Но мы сыграли конем на Ц3. Я говорил, что это достаточно продвинутая идея. Я хотел вам показать следующий потрясающий тактический момент. На взятие нашей пешки на Д5 планировалось забрать конем на Д5. И тогда конь на Е6 остается без защиты. Но тогда прилетает трилочкой. И мы выиграем у него ферзя с превосходной позиции. Соперник в эту идею не попался. Он сыграл ладью на Ц8. И как я вам уже советовал, подмечайте незащищенные фигуры до ладьи на Ц8. Не так просто добраться. Но если надеть прибор ночного видения, сыграть ферзем на Н3, то мы ладью начинаем уже видеть через галактику коня. После хода ЦД было предложено много идей. Кто-то предлагал комби G7. Это действительно интересно, потому что это шах. И на взятие слоном коня мы выигрываем эту ладью. Мне это нравится. В то же время я подчеркиваю еще раз, мы могли просто забрать конем эту пешку. И дело в том, что ладья на Ц8, скорее всего, никуда от нас не денется. А вот у ферзя на Д6 возникает проблема из-за присутствия ладьи на вертикале Д. И мы планируем забрать конем коня шах. Мы выигрываем ферзя. Я думаю, что конь Д5 это самый сильный ход данной позиции. Самый сильный. Мы сыграли попроще, так как мы с вами играем на уровне 1065. Это по моим меркам что-то на уровне продолжающего и близко к среднему уровню игроков. Поэтому мы глубокие идеи не применяем. Он после комби Т8 мы хотели забрать ладью на Ц8. Он забрал здесь. Ну, кстати, хорошее решение. Таким образом, черные сохранили коня против ладьи. Что мы дальше сделали? Ладьи любит открытые вертикали, поэтому мы забираем пешку на Д5. И тут чат предлагал шах ферзем на Ц8. После шаха на Ц8 говорилось о том, что мы выигрываем вагон пешек. И я соглашусь, у нас действительно очень много лишних пешек. И вы можете в своих партиях в такого рода позициях играть ферзем на Ц8. Это действительно хорошее решение. Просто я хотел действительно сделать так, чтобы он забрал конем и пешку. Потому что кажется, что здесь все в порядке. Ну, теперь ферзем 8 выигрывал по партию. А в самой нашей партии соперник сыграл конем на Е4. Наверное, он хотел дать какой-то шах. Но давайте, предположим, мы с вами жадно забираем пешку на Х7. Наверное, его идея заключалась в том, что он ставит нам шах. Король и так он планировал это делать. И если мы пойдем в король G1, здесь последует двойной шах. Жертва ферзя и спертом от конем. Вот. Но, конечно, мы не обязаны так плохо играть. Мы можем забрать владею этого коня. Я просто хотел вам продемонстрировать идею. Вот. Но все намного проще. Мы просто поставили шах. Сыграли на Е8. И легкая победа. Идея для запоминания. Играя королевский гамбит белыми, если вам в нем отказывают и делают один из ходов типа конем на C6 или, может быть, соперник сделал бы ход слоном на C5, помните о том, что вам ни в коем случае нельзя прямо сейчас забирать пешку на Е5, так как последует шаг к ферзям с H4, после чего вы вынуждены будете отвечать G3 и, скорее всего, придется попрощаться с владей на H1. Когда вы опережаете соперника в развитии, ваш король спрятан, а ему еще следует сделать несколько ходов для того, чтобы обезопасить положение своего короля, вы должны немедленно открывать центр, давить на его центральную пешку Е5 всеми силами. Ваш соперник будет вынужден забирать пешку в ответ на D4. И после разменной операции вы централизуете ферзя, вы давите по диагонали, коль на H6 стоит ужасно, стон на H8 тоже здесь весьма плохо. По ходу игры старайтесь обязательно фокусироваться на незащищенных фигурах в лагере соперника, тогда вы будете очень быстро находить такие тактические удары, как, например, конь G5, открытое нападение от ферзя на коня G4, а конь на G5 атакует пешку Е6 и черные несут материальные потери. Также я очень хочу отметить следующий ход, который мы сделали в этой партии, это ход ферзем на H3, такая горизонтальная перетяжка на фланг. С поля H3 ферзь начинает видеть ладью на C8, которая, кстати, тоже не защищена. И это означает, что любой прыжок конем в сторону позволит нам, нашему ферзю, атаковать ладью на C8. И в то же время ход ферзем на H3 открывает вертикаль для ладьи, а это означает, что мы можем в следующем ходе забрать пешку, и ладья уже будет атаковать ферзя. Белыми фигурами играет Пол Морфи, и это Пузлик, черными играет Александр Миг. Вроде бы по профессии судья, но это не точно. Морфи разыграл королевский гамбит, Миг его принял, и мы видим с вами гигантский перевес в развитии со стороны белых, и в этом положении вы можете, в принципе, усиливать позицию медленным образом путем перестановки ладьи на вертикаль F, но найдите, пожалуйста, самый энергичный способ, как можно завершить эту партию. С вами был международный мастер Шамьер Сланов, до скорой встречи, пока!